здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мейстер мейстер мы с вами поговорим об очередной российской новинке от американской компании cold steel ножа sr1 lite компания cold steel последние несколько лет запустила несколько серий своих ножей которые по цене вполне могут конкурировать с такими китайскими недорогими ножами но тем не менее остаются cold steel при этом есть несколько хитростей благодаря чему эти ножи имеют такую в общем-то небольшую цену но при этом могут вызывать вот все те же самые эмоции которые вызывают ну скажем так старшие модели от этого американского производителя sr1 lite это как раз из таких ножей давайте посмотрим на него поближе рукоять ножа сделано из текстурированного пластика грил x при этом обратите внимание что у этого ножа нет лайнеров в общем то они ему не нужны пластик довольно толстый предположить что вы в какой-то работе сможете действительно именно сломать рукоять ну достаточно сложно это проверялось уже не раз у cold steel есть и старшие модели которые сделаны из тех или иных пластиков практически полностью за исключением замка и они участвовали в тяжелейших тестах от cold steel рукоятки у этих ножей как правило не ломаются нож снабжен вот такой крупной клипсой которая может быть переставлен на другую сторону для более удобного ношения ножа на кармане левшой обратите внимание что здесь заранее предусмотрен дополнительный комплект винтов в отличие от того как делали раньше когда такие винты если были вкручены то не торчали из рукояти здесь они сделаны в потай очень удобно если не меняете постоянно клипсу местами то скорее всего даже не заметить что эти винты здесь есть а если вдруг потребуется заменить то не будет необходимости оставлять пустые отверстия которые постоянно забиваются грязью и былю при эксплуатации ножа справедливости ради нужно сказать что это клипсы это типичные клипсы cold steel вот отогнуть ее в кадре у меня практически не получается жесткая для кармана ваших брюк это будет зло но зато такой крупный нож будет удерживаться надежно но тем не менее благодаря такой толстенной пружине нож ощущается довольно тяжелым хотя и хорошо сбалансированным обратите внимание у него баланс прямо в подпальцевой выемке это довольно редко бывает на складных ножах потому что обычно баланс находится где-то вот здесь но тем не менее около стилы с р1 если вы предпочитаете сбалансированные ножи вот именно вот этот хват ощущается полностью сбалансированным это очень удобно особенно когда вы делать какую-то такую тяжелую работу для которой собственно этот нож и предназначен еще одним элементом который конечно же демонстрирует вам мощь ножа является толстенный клинок но он действительно прям очень толстый здесь для удешевления клинок сделан из стали 8 chrome 13 молебден ванади которая конечно вряд ли является каким-то чемпионом в резе но с другой стороны для ножей этой ценовой категории зарекомендовала себя более чем хорошо нож сделан на тайване и вот эта китайская сталь действительно прекрасно ему подходит но посмотрите насколько толстый клинок мощный кончик ну и как обычно бывает на ножах колстил довольно острые края на обуви форма этого клинка выглядит довольно классическим нож не перестает быть ножом это тоже здорово это же характерная черта очень многих ножей компании колстил при этом общий конечно размер этого ножа но как бы больше относится к ножам крупным хотя у колстил непосредственно есть ножи гораздо больше но тем не менее здесь конечно вряд ли вы сможете как-то беспокоиться о том что у вас рука не входит на рукоять даже если у вас руки гораздо крупнее чем умеет думаю что это неплохо видно при этом для такого тяжелого ножа еще раз повторюсь но прекрасный баланс практически в любых хватах очень удобно будет пользоваться даже если вы не особенно любите столь тяжелые ножи вот с одной стороны здесь у этого ножа все сделано немножечко не так как у старших братьев но с другой стороны общее эмоциональное ощущение которое в принципе обычно дают ножи колстил этот нож безусловно дает вот я держу его в руках отлично понимаю что да вот ничем он не хуже самых там распространенных и известных таких моделей ножей колстил которые характеризуются высокой надежностью крупными размерами и прочим какими-то вот элементами такого брутального действительно мужского ножа здесь с этим тоже все в порядке мне очень приятно что принципе колстил рассчитывает на разные категории покупателей у этого производителя вообще довольно немного действительно исключительно дорогих ножей но то что они стали сделать серии ножей ну скажем так с ценой вообще очень приемлемый для большинства покупателей это такой очередной их плюс но они впрочем всегда были склонны работать именно на массовом рынке за счет того что постоянно показывали какие-то шоу со своими ножами и вот эти ножи в конечном итоге стали вызывать ощущение вот этого шоу сами по себе и вот sr 1 light это один из таких ножей где-то действительно отлично получилось с вами на канале мистер мистер был заливаха надеюсь что вам это было интересно пока